Конкурс красоты и таланта для окружных коми-ижемских бабушек «Ильжит мам» – «Большая мама» прошел во Дворце культуры Арктика. Праздник стал ярким событием в дне фестиваля комикультуры «Визулаю». Шесть участниц, хранителей своей культуры, мудрых, красивых и очень любимых внуками бабушек, зажгли на одной большой сцене. О их интересных судьбах расскажет Любовь Пермякова. А попала, вот приехал молодой человек, меня забрал, увез на Кане, в Каневскую тундру. Я там вот работала, чем работница, 30 лет, как-то уже говорили, пятеро детей. А вы говорите, очень красивый был, он кто по национальности? Действительно красивый? Конечно, да. Одна из участниц фольклорного конкурса «Ильжит мам» Татьяна Ваучейская делится историей своей семьи, которая берет начало с 1974 года. Именно тогда в Тиманскую тундру приехал молодой и красивый оленевод Александр Ваучейский и тут же посватался к Татьяне. Я согласилась, не жалею. Всю жизнь в тундре, все лучшие годы провела в тундре. Это же тяжелый труд, вот почему? Конечно, конечно, это все надо. Это в магазине ничего не купишь, одежду. Оленево должен одеть с иголочки, чтобы была теплая одежда. Потому что раньше постой был всю ночь. Это еще шили, толпаки, малицы. Потом появились дети, детям надо шить. И хотелось еще шить одежду красивую в деревне, какой-то наряд. Еще одна участница конкурса Евгения Канева приехала из Волоковой. Ее прадед по линии мамы, комиссарианин Артемий Терентьев, был основателем этой деревни. В прошлом году у нас было 110 лет. Он приехал из Ежмы на оленях, стремятся трое сыновей у нее было. И вот она сначала, Верхний Пеша остановился, тут недалеко село. Ему попросили спирта, но он говорит, у меня такого нет, и они поехали дальше. Тогда Верхний Пеша вовсю кипела жизнь. Но доходный и богатый край, где и рыбы было в достатке, и охотничьих участков, и травяных пойменных лугов для скота немало, встретил первых вольных переселенцев неласково. Местные управляющие потребовали с каждого новенького плату за право поселиться в этих уже обжитых местах. Переселенцы платить не захотели, а может и нечем было, и пошли дальше в район реки Волоковой. Место нашли несказанной красоты, где рос сосновый бор. Вот Волоковой они основали, они вырубили там лес, там был очень густой лес. Сначала деревня называлась Серентьевка, а впоследствии уже Волоковая. Там потому что протекала речка Волоковая. В этой деревне родилась и сама Евдокия, воспитала там троих сыновей. Каждое лето они приезжают на родную землю со своими детьми. У еще одной коми-бабушки Валентины Каневой корни, как и у Евдокии Валентиновны, тянутся с республики Коми. А есть какие-то предметы, Коми, которые достались по наследству и их вы бережно храните в вашей семье? Самовар, угольный самовар. Прередался от бабушки, вот я его хранила. И мы каждую субботу после бани пьем чай с него, а летом на улице. А сколько ему лет? Ну ему лет, наверное, уже 50-60 где-то. Сегодня конкурс, важное такое событие, волнуетесь? Конечно. Долго готовились? Долго, месяц. Вы мне уже сказали за кулисами, что несмотря на то, что тут конкуренция, конкурс все-таки, все подружились друг с другом. Это правда? Да, правда. Теперь мы все как одна семья большая. Всего в фольклорном конкурсе «Иджит мам» «Большая мама» приняли участие шесть представительниц Коми народа из разных уголков округа. Они как опытные артистки пели, плясали, разыгрывали сценки, зажигали зал своей энергией, красотой и теплом. Напомню, что конкурс проводился в рамках фестиваля «Визу Лаю». Он проводится уже в восьмой раз. В этом году к нам приехало семь коллективов из разных населенных пунктов округа. Наш наставник из города Сыктывкара, заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Федорова Наканова, которая проведет творческие лаборатории и мастер-классы. Мы будем давать концерты и в городе, и в поселке Красное. «Визу Лаю» – это быстротечная река. Это река времени, река культуры, которая и разъединяет, и объединяет одновременно. Потому что мы перед собой, конечно, ставим задачу, чтобы один раз в два года, именно с такой периодичностью проходит наш фестиваль, как можно больше представителей Коми и Жимской культуры Ниньского автономного округа встречались, общались, делились опытом своим. Конкурс закончился неожиданно не только для Коми-бабушек, но и зрителей. Жюри «Иджитмам» было принято необычное решение. Победительницами стали все шесть участниц. Зал взорвался радостными аплодисментами.